This conference will now be recorded. Они у нас проходят в формате кратком 45-минутном, когда преподаватель рассказывает какую-то тему, делится какой-то информацией. Сегодня у нас особый формат. Сегодня у нас появился приглашенный гость. Тема была заявлена как биржа криптоактивов в наших нынешних текущих условиях. Но ввиду того, что у нас появилась возможность напрямую обратиться к специальному гостю, это у нас руководитель отдела по развитию бизнеса в России СНГ биржи ОТХ. Сейчас в настоящий момент, после того, как крупнейшая биржа Binance ввела те или иные ограничения для российских пользователей, UKX стала номером один фактически. Да и по общим оборотам она у нас входит в тройку лидеров. Так что это чудесная возможность сегодня на нашем вебинаре у вас, помимо того, что послушать выступление очень и очень желанного гостя, но и задать вопросы напрямую специалистам из биржи ОТХ. В настоящий момент топовой лидирующей биржи для пользователей из России и не только. Итак, формат у нас достаточно краткий, 45 минут, как я уже сказал, мы его разобьем на несколько частей. Сначала будет презентация и небольшое выступление нашего гостя, это Яков Лебедев, как я уже сказал, руководитель отдела по развитию бизнеса в России СНГ биржи ОТХ. Затем мы обязательно какое-то время оставим для ответов на вопросы и вообще это мероприятие неформальное, так что рекомендую всем прямо по ходу презентации задавать вопросы, можно смело это делать в чате. Голосом не получится, будем перебивать друг друга довольно много подключившихся, но в конце мы оставим минут 10-15, может быть, для ответов на вопросы, поэтому все, что вас интересует по этой теме, можете адресовать как мне, так и, соответственно, нашему специальному гостю. Если есть сейчас вопросы, пожалуйста, тоже в чат пишите, задавайте, если есть какие-то проблемы со звуком, обязательно тоже отмечайте в чате. Запись у нас ведется, мероприятие, будет выложена запись этого мероприятия на нашем канале, на YouTube-канале Центра Специалист. Все, кто не смогут сейчас посмотреть его, смогут позже пересмотреть это в запись. Кроме того, обратите внимание, пожалуйста, на чат, в чате есть ссылочки на бонусные плюшки от нашего сегодняшнего гостя. Это возможность зарегистрироваться на бирже OKX за 20% скидкой на все комиссии на все оставшееся время. Это очень хорошее предложение, крайне редкое, поэтому те, кто еще не является активным пользователем, регистрируйтесь и получайте эти бонусы, используйте их. Кроме того, то, что будет сегодня презентовать наш гость Яков Лебедев, вы можете также попробовать повторить вместе с ним у себя на компьютере. Если появляться будут какие-то вопросы, можете сразу прямо по ходу интерфейса задавать эти вопросы. Итак, передаю слово и приветствую нашего гостя. Сейчас я сделаю презентером. Итак, Яков, здравствуйте, добрый вечер еще раз. И очень рад, что вы с нами. Передаю вам функцию презентера и можете включаться. Всем добрый вечер. Меня зовут Яков. Как меня уже представил Яков, так что всем сегодня повезло. Вы сидите между двумя Яковами и можете загадывать желание. Я руководитель по развитию бизнеса в России и СНГ, криптобиржа КИКС. И что хотелось бы сегодня затронуть и обсудить, рассказать немножко и поотвечать на ваши вопросы, это то, как вообще криптобиржа может быть использована в текущих условиях в России, российскими пользователями, в пользовательных странах СНГ, что имеет наибольший спрос и на что обратить внимание, может быть, новичку. Потому что я так понимаю, что у нас довольно разнообразная аудитория собралась. Есть люди, наверняка, опытные, есть люди, только делающие первые шаги. Я буду идти от простого к чуть более сложным концепциям. Поэтому если вам сначала покажется, что слишком просто, чуть-чуть подождите. Яков, извините секундочку, пришлось прервать, отключить микрофон. Секунду, сейчас еще раз. Да-да-да, секундочку, подождите, пожалуйста. Все, развлокировалось, извиняюсь. Все, в порядке. А меня вообще было слышно? А то я рассказывал, рассказывал. Нормально? Так, Яков, теперь вас не слышно. Ну ладно. Главное, что пока меня слышно. Но, Яков, вас сейчас не слышно. Все хорошо, да, все отлично. Я просто вам передаю микрофон. Все, прекрасно. Теперь буквально в двух словах, что такое KX, потому что в России биржа может быть менее известна, чем в других частях нашего большого земного шарика. Мы, на самом деле, вторая крупнейшая криптобиржа в мире. У нас огромный дегативный рынок, второй размер после, безусловно, у лидера Binance. Мы в тройке-пятерке на спот-рынке по оборотам. Ну и, в общем-то, мы большая универсальная биржа, которая предлагает полный спектр продуктов, связанных с криптоактивами для пользователей по всему миру. У нас там больше 300 различных валют, соответственно, там больше 700 пар с ними. Все продукты от простого трейдинга до сложных, деривативных продуктов и блок-трейдинга для инвестициональных инвесторов. Важный момент, мы очень лояльно относимся к пользователям всех стран СНГ, включая Россию. Сразу предупреждаю вопрос, потому что они наверняка будут. Наша биржа зарегистрирована за пределами Европейского Союза, она находится на Сейшелах. Соответственно, регуляции Европейского Союза на нас не распространяются, и мы не ограничиваем никак, не ограничиваем раньше и не планируем, ограничиваем дальше никак пользователей из России или из каких-либо других стран СНГ. Теперь смотрите, что хотелось бы пробежать сегодня во время мастер-класса. Для чего можно использовать криптобиржи сейчас в России, реальные дюзкисы, что востребовано и как это делать? Наверное, самый востребованный такой сценарий использования за последние полгода, чуть больше, может быть, 8-9 месяцев, это возможность покупки валюты, то есть долларов, без фактических ограничений. Криптоиндустрия предлагает всем такую замечательную вещь, как стейблкоины, привязанные к доллару, USDT, возможно, мы слышали, также есть USDC и еще несколько других стейблов, привязанных к доллару. Их главное преимущество в том, что они один к одному привязаны к американскому доллару, и фактически на криптобиржи вы можете покупать их и продавать свободно и без ограничений, в отличие, например, от безналичного доллара в текущих условиях, когда могут быть ограничения в любой момент, и они были одно время, сейчас их чуть-чуть подняли, но они опять могут вернуться, и ограничения по наличным долларам, которые сейчас есть. И, соответственно, купив криптодоллар, вы можете точно так же этот криптодоллар использовать за пределами России. Если у вас, например, там поездка какая-то, или вам нужно перевести деньги на свой сбрежный счет, это тоже очень реально сценарий используем. Понятно, что криптовалютный рынок у многих ассоциируется еще с историей, связанной с инвестициями в криптоактивы, с спекуляциями на криптоактивах, на росте криптоактивов, которые у нас проходили на протяжении года, даже чуть больше. Сейчас рынок стал намного менее оптимистичный, сейчас роста такого бурного нету, как он был одно время, поэтому новичкам, конечно, зарабатывать сложно, но, тем не менее, история с инвестициями, она остается, и ее тоже я покажу, что можно делать, и как это, наверное, лучше делать новичкам на биржах и экспорте. И помимо инвестиций в сами криптоактивы есть еще различные доходные инструменты, это аналог банковских депозитов, когда вы свои криптоактивы вкладываете в определенный контракт и получаете определенный доход на этом контракте. Так, я сейчас переключаюсь в свое окошко, скажите, что все работает, чтобы вы видите, что происходит. Это наш сайт, okx.com. К сожалению, в России Роскомнадзор ограничил доступ к сайту okx.com, поэтому вы можете использовать, я сейчас набираю, okx.cap. Это официальное полноценное зеркало, ничем не отличается от основного домена, то есть все то же самое, вообще без каких-либо отличий. Но я вот здесь, к сожалению, не залогиним на okx.cap, так что я вернусь на okx.com. Ссылка, про которую Яков говорил в чате с скидкой на торговые комиссии, она на домене okx.cap. Из России рекомендую пользоваться именно этой ссылкой. Но может быть еще так же, как и не так, если вдруг вы чему-то не верите. Теперь, про первый сценарий, про покупку долларов. Самый простой способ купить доллары для человека, который находится в России, и дальше их как-либо использовать, это так называемый peer-to-peer-market. Мы сейчас в интерфейсе биржи находимся, вы в него попадете, когда зарегистрировались, там по ссылке зайдете. И peer-to-peer-market, он находится вот здесь, купить криптовалюту. У меня интерфейс на английском, можете переключить все на русский, то есть как вам удобнее. В английском обычный термин, короче, поэтому удобнее использовать на экране. Peer-to-peer-torговля. Что это такое? Это, по сути, marketplace, где пользователи биржи между собой покупают и продают криптовалюту в обмен на обычные фиатные, так называемые деньги. То есть вы можете зайти сюда, и, например, за рубли, которые у вас, например, на карточке Тинькофф, находятся купить USDT, криптодоллар. Здесь различные пользователи. Это не биржи, это не представители биржи, чтобы вы точно понимали. Это такие же пользователи, как и вы. И вы можете тоже встать со своим предложением сюда, и некоторые на этом зарабатывают хорошо. Здесь пользователи продают свою криптовалюту за рубли, переводом на карточку Тинькофф. В чем правильная сторона такого механизма по сравнению, например, с обычными криптовалютными обменниками? В peer-to-peer-маркете биржи гарантируют исполнение криптовалютной части сделки. То есть, когда вы заходите в сделку, например, вы хотите купить у этого пользователя, я не знаю, на 10 тысяч рублей вы хотите купить USDT вот по этому курсу, вы заходите сюда в сделку, указываете, что вы хотите на 10 тысяч рублей купить. Он показывает вам, что продавец вам отправит 154 USDT, и дальше вы запускаете сделку. И в открывшемся интерфейсе вы имеете возможность, ну, вы видите номер карточки, на которую вам нужно перевести деньги. И важный момент. Биржа в этот момент блокирует необходимую сумму USDT на счете продавца. И когда вы переведете деньги с карточки на карточку и нажмете подтверждение, что вы это сделали, биржа сама автоматически переведет вам криптовалюту. Соответственно, если вы, например, продаете криптовалюту, то обратный процесс у вас блокируется криптовалюта на счете до момента поступления денег от покупателя, и потом они перечислятся к покупателю. Таким образом, мы помогаем гарантировать исполнение сделки. Ну и, соответственно, если вдруг вы сталкиваетесь с примером непосредственного поведения, то ваш другого пользователя, например, не переводит вам деньги на карточку, то вы можете с помощью биржи, открыв спор, решить эту проблему. Это очень удобно. Курсы здесь хорошие и с очень узким спредом. Ну, вот можно увидеть, что лучшее предложение на покупку и на продажу сейчас одинаково, а второе предложение 44 копейки, 59 копеек, соответственно, 15 копеек спред. Вот это очень хорошая разница между покупкой и продажей. И вы таким образом можете купить неограниченное количество криптовалют. А дальше, например, тоже реальный юзкейс. Если у вас, например, есть счет в Турции, у многих сейчас он есть, вы можете пойти в турецкую часть, выбрать валюту, турецкую лиру, пойти в турецкую часть пер-то-пер-маркета и точно так же продать уже свой криптодоллар в обмен на турецкую лиру, который перечислят вам на счет в вашем турецком банке. Ну, и так же в других странах. В Турции здесь только пример. Валют на самом деле, в общем, здесь все валюты есть. Не по всем есть хорошая ликвидность, но по всем интересным направлениям она есть. Что еще можно здесь сделать? А, еще хороший сценарий использования. Стоит его упомянуть. Сейчас, так как, например, у многих в России ограничена возможность пользоваться своими карточками за рубежом, ну, российские карточки за рубежом не работают, оплатить что-то на зарубежных сервисах невозможно. Есть альтернатива в виде различных сервисов, которые выпускают виртуальную карту для любого пользователя, в том числе для российских пользователей, и такие карты пополняются криптовалютой. Соответственно, вы можете зайти в пиртопер-маркет, купить USDT и потом перевести эти USDT в соответствующий сервис. Это сторонние сервисы, они не имеют отношения к нашей бирже, но, тем не менее, это реальный сценарий использования. Вот я лично пользовался им неоднократно, и это очень удобно. Если нужно, могу скинуть в чат название таких сервисов, напишите, если эта тема интересна. Опять же, это будет моя личная рекомендация, не корпоративная. Но, конечно, криптовалюты в первую очередь ассоциируются у людей с инвестициями, со спекуляциями, и здесь OKX дает весь набор инструментов, он находится в секции Trade. Смотрите, здесь что важно. Если вы новичок, если вы недавно в рынке, я настоятельно вам рекомендую сосредоточиться исключительно на базовой торговле, на простой торговле, на спот-рынке. Спот-рынок – это когда вы покупаете одну криптовалюту за другую в реальном выражении. То есть, там стоит биткоин 20 400 долларов, соответственно, вы можете на 2040 долларов купить 0,1 биткоина. Не рекомендую, если вы новичок, идти в какие-то сложные истории с маржинальной торговлей, о которой мы чуть попозже поговорим. Значит, про простой обмен валюты. Что хорошего конкретно в OKX, наверное, по сравнению с другими биржами, это то, что мы стараемся для людей, у которых криптовалюты не являются их профессией, и у которых это не является основным способом проведения времени, иметь доступ к различным сценариям использования инвестиций в крипту. То есть, вы можете, например, просто купить, вот мы сейчас в паре с биткоином, да, биткоин против доллара, вы можете просто купить по текущему курсу, например, если вы сейчас здесь ввести 0,1 биткоина и нажать Market Byte, то по текущей рыночной цене, по текущему лучшему предложению я куплю 1 десятую биткоина, это будет, соответственно, 2040, 42-43 доллара. Я не буду это делать, потому что мне сейчас это не хочется делать, но это очень быстро, очень удобно. Если у вас есть понимание, как вы хотите торговать, вы можете использовать более интересные, более продвинутые варианты заявок, лимитные, где вы сами указываете цену, по которой вы хотите сделать сделку, добавить там Take Profit, когда сделка закрывается после достижения определенного уровня прибыли, или Stop Loss, когда сделка закрывается после того, как, к сожалению, мы достигли какого-то уровня убытка. Это все настраивается довольно просто. Но вот что я рекомендую, опять же, начинающим людям поисследовать в OKC, и это очень крутая тема, это простые торговые боты, вот они здесь находятся, трейдинг-боты, это простые алгоритмы, которые будут за вас совершать сделки по определенным правилам. И здесь доступны и боты по определенным стратегиям, например, сеточная торговля, и, например, очень простой инструмент, который подходит для тех, кто, например, вдолго заходит в криптовалюты, хочет, например, часть своего дохода ежемесячно вкладывать в криптовалютный портфель, это повторяющаяся покупка. То есть вы настраиваете себе портфель, который вы хотите, например, вы хотите покупать каждый месяц немножко биткоина, немножко эфира и немножко, давайте, лайткоина. 60% биткоина, потому что это самая главная валюта, 20% эфира и 20% лайткоина. И каждый месяц, в первый день месяца, я не знаю, когда у вас приходят деньги, вы хотите делать покупку вот в таком соотношении, там, не знаю, на 100 долларов или на 1000 долларов. И у вас каждый месяц будет по текущей цене покупаться на 1000 долларов. Соответственно, из них на 600 долларов будет куплен биткоин, на 200 эфир и на 200 лайткоин. Это классная стратегия для новичков, потому что верящие в то, что криптовалютный рынок дальше будет расти, и у него есть перспектива. Мы, в общем, все в это верим, потому что на особенном долгосроке перспектива есть у этого рынка по разным причинам. Вот это очень простой, незамысловатый способ держать свой портфель и постоянно его чуть-чуть обновлять. Если вы более продвинутый в криптовалютах человек, если вы уже имеете там опыт торговли, то, соответственно, у вас есть возможность торговать более сложными инструментами с более высоким уровнем риска. Например, например, вы можете пойти торговать контрактами бессрочных свопов, фьючерсами, опционами. Их довольно много разных контрактов с разным уровнем риска. Но о чем хочу предупредить сразу всех. Вот эти контракты, они хороши тем, что вы можете торговать с так называемым плечом. То есть имея 100 долларов, открыть позицию на 1000 долларов с плечом там 10-кратным. То есть с такими настройками, имея 100 долларов, вы можете открыть позицию на 1000 долларов. И действительно при движении там курса на 1% вы реально заработаете 10% от своей суммы, а не 1%, как это было бы на спотовой торговле. Но при этом и уровень риска соответственно увеличивается кратно и зеркально. То есть если движение цены идет в неблагоприятную для вас сторону, то вы теряете на 1%, то вы теряете не 1%, а вы теряете 10%. Поэтому с такими вещами я очень рекомендую сначала не связываться, потренироваться, освоиться с спотовой торговлей, потом уже идти в какие-то сложные стратегии. Сейчас очень много и курсов, и контента на YouTube, в Telegram много групп с торговыми сигналами, со стратегиями. Наверняка вы сталкивались, если вы эту тему интересовались. Я рекомендую вот в таких случаях, когда вы там видите какие-то рекомендации, всегда делаю то, что в корректе называется D-Y-O-A. Do your own research. Делай свое исследование самостоятельно, сам разбирайся в теме и понимай, какую сделку ты делаешь и почему она должна сработать. Теперь, что касается доходной части, тоже я об этом уже говорил, биржа дает возможность, если вы приобрели какую-то валюту и держите ее у себя длительное время, например, в комбинации с стратегией покупать каждый месяц на 100 долларов или на 1000 долларов, вы хотите дальше, чтобы эта криптовалюта не просто лежала, да, и как-то ее оценка менялась соответственно с рыночным курсом, а на ней еще можно зарабатывать. Есть прекрасный раздел дохода, роста, где есть разные инструменты инвестиций, вложения ваших криптовалют с определенным уровнем дохода. Новичкам рекомендую начинать с сбережений, сейвингс, сбережения, это низкорисковый инструмент, и по сути вы здесь свою криптовалюту при помощи биржи одалживаете другим пользователям биржи, да, то есть ваш криптовалюта попадает в пул доступных денег для маржинальной торговли, так же как в маржинальной торговле, когда с десятикратным плечом торгуете, вы одалживаете 9 долларов из 10 у кого-то, у кого, ну или у самой биржи, или у таких же пользователей. Вот здесь вы можете свои деньги отдать в пул, которым будут потом пользоваться для такого кризисования. Это низкорисковая история считается, потому что биржи здесь контролируют исполнение обязательств, поэтому, в общем-то, можно считать, что риск того, что деньги к вам не вернутся, он минимален, практически ничтожен, и плюс биржи здесь стараются сделать тоже интересные акции, например, вот сейчас, прямо сейчас, да, вы можете на определенный лимит суммы до 10% получать. Так вы получаете, если вы подписываетесь на такой продукт, вы получаете ставку, вот есть такая current API, текущая ставка, которая заимствует деньги, и по этой ставке будут отдавать ваши деньги другим пользователям. Если вы, например, поставите, что вы хотите иметь большую ставку, то пока другие пользователи не будут готовы занимать 5 ставки, собственно, ваш сейвинг не будет приносить доходы. Вот, но прямо вот сейчас, да, там на сумму до 2000 USDC биржа вам в любом случае будет платить 10%. 10% долларов доходности – это прямо хорошо. Ну, это прямо с очень низким риском, пусть сумма там не инкрандиозная, но 10% годовых – это хорошая доходность, и грех не воспользоваться таким предложением. И второй вариант вложений, который для вас может быть тоже интересен – это стейкинг. Это, опять же, низкрисковые контракты в Proof of Stake блокчейнах, где бывают интересные доходности. То есть здесь нужно просто смотреть. Опять же, не забывайте то, что доход на любую криптовалюту идет в этой самой криптовалюте, и если, скажем так, долларовая оценка этой криптовалюты сильно падает, то это может уничтожить весь реальный доход, который вы получаете, вкладывая эту криптовалюту куда-либо. Do your own research – это прямо вот принцип, с которым нужно жить любому криптону. И еще одну историю, которую я хочу напоследок затронуть, как обещал, мне кажется, в тайминг мы укладываемся, историю с обещанным анонсом сюрприза. Значит, чем хороша еще биржа Kix, и почему я вам настоятельно рекомендую воспользоваться ссылкой в чате, зарегистрироваться и торговать на ОПЕКСе, то, что у нас помимо централизованной биржи, у нас также есть так называемый DeFi сервис, вот он в интерфейсе называется Wallet кошелек, и это не кастодиальный кошелек, то есть это случай, когда ваша криптовалюта хранится на вашем адресе, в блокчейне к ней имеете доступ только вы, вы можете пользоваться интерфейсом OKX, вы можете через Wallet Connect привязать другой кошелек, например, там Trust Wallet, я не знаю, MetaMask, любой некостодиальный кошелек, если вы им пользуетесь, и через вот этот вот интерфейс DeFi инструментов иметь доступ к, собственно говоря, децентрализованным биржам, то есть иметь возможность менять напрямую со своего кошелька криптовалюты, обмениваться на что-то другое, это агрегатор, который работает со многими источниками. У нас есть Marketplace NFT, тоже хорошая тема, сейчас NFT немножко соскочили со своего пика хайпа, рынок пришел в себя, уже нет такого, что люди готовы платить десятки, сотни тысяч долларов, а то и миллионы за какую-то картинку с непонятным будущим, но тем не менее NFT как технология, она очень правильная, и она будет дальше расти, как инструмент определения прав собственности на виртуальные предметы, то есть там, я не знаю, в игровых каких-то вселенных, искусство цифровое, копирайт на контент, например, то есть это все будет жить дальше, оно уже никуда не тянется, и слава богу, что волна вот этого хайпа сыхлынула, теперь, верно, стало меняемым. И вот обещанный анонс нашей акции, как вы знаете, будет чемпионат мира по футболу, который с 20 ноября, если я не ошибаюсь, и к чемпионату мира по футболу мы запустим коллекцию NFT под каждую команду бесплатных, то есть вы их сможете минтить, создавать на нашей площадке бесплатно, любой команды, которые вам нравятся, нужно будет только заплатить газ фи в сети эфир, но сейчас он не очень высокий, там несколько долларов будет. И обладая этой NFT, если команда, которая от NFT привязана выигрывает, вы, соответственно, можете получить определенный выигрыш в деньгах. Так что следите за анонсами, я думаю, что через неделю у нас будет уже официальный анонс, не пропустите, это будет хорошая возможность поучаствовать немножко в чемпионате мира, поставить на команду, в которую вы верите, там каждый пользователь, каждый кошелек сможет создавать до трех NFT, это могут быть NFT на разные команды или все три на одну команду, то есть испытать свои шансы в предсказании спортивного результата и плюс немножко попробовать руками, как можно зарабатывать на рамке NFT. Всем рекомендую воспользоваться. Я думаю, что если вот мы там по верхам, по основным историям, то это все на текущий момент. Если есть какие-то вопросы, готов на них отвечать. Яков, у нас было что-то, пока я рассказывал, а то он мне нет. Да, слышно меня хорошо. Я как раз вот хотел прочитать несколько вопросов. Во-первых, вот вдогонку к вашей последующей теме про NFT Stepan что-то можете сказать, представленное на платформе у вас? Торговать можно на маркетплейсе, да, то есть наш маркетплейс поддерживает, в общем-то, все блокчейны основные, поэтому Stepan можно торговать у нас. Но смотрите, мое мнение, да, большинство проектов, которые связаны с, например, там, делай что-то to earn, да, там, move to earn, да, как со стороны, они построены по пирамидальной схеме. И это, ну, это не негативная характеристика, это объективно, да, то есть проект растет, и оценка NFT, активов внутри проекта растет, пока прибывают новые пользователи. Как только новые пользователи перестают прибывать, перестают приносить новую ликвидность в проект, да, потому что в любом случае, когда ты миндишь NFT в таком проекте, ты платишь деньги. Вот как только этот процесс заканчивается, все, начинается обвал, да, это заложено в логику такого проекта просто по умолчанию. Ну, просто деньги, они должны откуда-то туда поступать, внутрь. Это или кто-то добрый должен просто принести мешок денег и вывалить, или это пользователи, которые нового присоединяются и вкладывают в общий рост. И поэтому в таких проектах нужно очень аккуратно участвовать, do your own research, правильно понимать время текущего состояния этого проекта. Он сейчас активно набирает, или он уже на финальной стадии, и скоро при этом пользователи закончится, и, соответственно, неизбежно будет снижение экономики. Так, вижу вопрос по комиссии. У меня начали выскакивать окошки из чата. Комиссия, значит, комиссия у нас по большей части инструментов ниже, чем у Binance. Не забывайте, что скидка на 20% комиссии по ссылке в чате у вас будет. И комиссия зависит еще от ваших оборотов ежемесячных и от того, сколько... Вы можете купить там наш нативный токен у KB, и от количества купленных токенов у вас в кошельке тоже может увеличиваться скидка на тарифы. В целом тарифы у нас по большинству инструментов самые низкие. Плюс есть вообще zero fee пары, например, бессрочные свопы против USDC у нас zero fee. То есть там вообще не платится ничего. Спасибо, Яков. Еще вот я вижу вопрос по поводу peer-to-peer обменника. Точнее, функции. Был вопрос, можно ли использовать карты российских банков, такие как Сбербанк и так далее. Хочу озвучить этот ответ еще раз. Действительно, можно использовать любые карты любых банков. В настоящий момент в ликвидности достаточно много в этом сервисе. Это я уже как пользователь говорю. И можно найти, как правило, себе партнера. А peer-to-peer в переводе на русский это обмен одного физического лица с другим физическим лицом. По сути дела здесь банки вообще уже играют второстепенную роль. Так что вы можете использовать карты и счета любых банков. Да, да, все верно. Да, и можно с Бербанком в том числе пользоваться без проблем. Вопрос про название сервисов, карточек, привязанных к крипте. Я скинул в чатик. Это вот два сервиса, которым я лично пользовался. Это как бы не реклама, это просто мой личный опыт использования. Они работают. Можно с ними жить. В том числе привязывать к Google Pay, к Apple Pay. Все возможно. Спасибо. Ну, еще вот вопрос был зарегистрирован. ОКХ было сказано, что на Сейшельских островах юрисдикция в настоящий момент и ЕС не может повлиять на, соответственно, бизнес этой команды, да, ОКХ. Вопрос такой. Бинанс зарегистрирован на Каймановых, и он почему-то очень прекрасно поддается регулированию со стороны ЕС. Нет ли здесь каких-то параллелей? Так, вижу вопрос. Там три вопроса. Давайте. Ну да, начнем с первого. По поводу регистрации. Смотрите. Здесь выбор каждой биржи собственный. Какой стратегии следовать. Там бежать впереди предписаний и как это стараться угодить. или стараться защитить своих пользователей. Мы для того, чтобы наши пользователи были защищены, мы разделили на самом деле бизнес на две площадки. У нас есть ОКХ и у нас есть площадка еще ОККОин. И у нас есть лицензии и европейские регистрации на ОККОин. И действительно ОККОин не будет принимать российских пользователей. А ОКХ не несет на себе никаких европейских скажем так регулирований и лицензий. Поэтому мы можем себе позволить говорить, что мы лояльно относимся к российским пользователям. По поводу Binance почему они ввели ограничения я комментировать не буду. Это все-таки приоритет Binance. Но в нашем случае мы специально разделили регулируемую часть и нерегулируемую на две отдельные площадки для того, чтобы нерегулируемая часть могла в таком режиме работать. Было сказано, что при покупке пир-то-пир транзакции блокируются биржи до момента получения денег крипты. Если так, то зачем открывать спор на продавца, если это уже ответственность биржа. Все верно, спор может открываться в случае, если вас пытаются обмануть. Очень часто бывает, что недобросовестные пользователи жмут в интерфейсе биржи подтверждение, что они переслали деньги с карты на вашу карту, требуют разблокировать средства. При этом реально деньги вам не пересылают. Для таких ситуаций как раз открывается спор и сотрудники биржи требуют подтверждения от обеих сторон того, что реально был сделан перевод или его не было сделано. Вы показываете, снимаете видео из своего приложения мобильного, что у вас поступления денег не было, присылаете и сумма разблокируется. вам обратно и ваша крипта не уходит к такому недобросовестному человеку. Или наоборот, вы деньги перевели, вы нажали, что деньги переведены успешно, а продавец крипты не подтверждает ее, и там по тайм-ауту сделка заканчивается. Соответственно, в этой ситуации вы тоже можете открыть спор, прислали биржу подтверждение, что вы реально перечислили деньги, и тогда биржа для вас в ваших пользах сблокирует криптоактивы. Чем биржа лучше программного кошелька на телефоне? Смотрите, здесь основное преимущество централизованных бирж, что у вас легкий доступ ко всем инструментам, ко всем продуктам. И торговля, и спотовые, и деривативы, и там трейдинг-боты, и доходные инструменты, и все это делается в одном инструменте. Программный кошелек, он безусловно находится в полном вашем распоряжении, ни от кого не зависит, кроме от вас самого, но при этом пользоваться всем набором инструментов сложнее. Вы должны за каждым инструментом, который вам нужен, идти в определенный сервис отдельно, привязывать кошелек и платить еще соответственно с каждой транзакцией еще в газфи, который обычно существенно выше, чем комиссия биржи. То есть там комиссия биржи будет одна десятая процента от сделки, а газфи будет в эфире 4 доллара на сделки в 100 долларов, конечно, это менее выгодно. Но опять же, преимущество есть и у того, и у другого, нужно пользоваться и тем, и другим инструментом. так, какие у нас еще вопросы? Да, там вот есть вопрос для peer-to-peer сервиса, есть ли комиссия биржи? для peer-to-peer сервиса я сейчас сходу вам не скажу, насколько я помню, комиссии нету. Ну, прям совсем не буду вводить вас в заблуждение, это можно посмотреть в разделе peer-to-peer торговля и, соответственно, вот руководство, сверху ссылка, руководство однородной торговли, и там подробно все описано. Так, вижу вопрос по API. Да, есть API. Яков, вот если несложно, наведите на иконку человечка в правом верхнем углу и вот здесь вот API-пункт. Да, я подозреваю, что у нас в аудитории довольно много разработчиков, может быть, для вас это может быть интересно. У нас есть API, вы можете или самостоятельно создавать там торговых ботов или какие-то там подключать имеющиеся разработки к своему аккаунту. API у нас сделано на ресте, ну, или можно на веб-сокетах пользоваться. Есть библиотека, я знаю, что на гитхабе лежит библиотека Python для доступа к нашему API, это неофициально, это не наша, то есть, не наша разработка, это внешняя, по-моему, ресурс-разработка, но я знаю, что мы ее смотрели, и у нас к ней вопросов нет, можете использовать, если вы на Python торгуете. И плюс API можно использовать для подключения к большому количеству внешних сервисов, брокеров, торговых платформ, которые дают расширенные инструменты работы. Так, какие-то еще вопросы? Спасибо. Да, был еще один вопрос, я видел это по поводу арбитража. Что-то можете просто сказать о нем? Ну, я говорю про конкретно как реализован на бирже УКХ, может быть статус, как получить официального партнера, например? Если речь идет о том, чтобы стать мерчантом на нашей площадке, верифицированном с галочкой, это можно сделать. Для этого нужно пройти KYC второго уровня. Кстати, это важный момент, тоже там отличие нашей биржи. Это довольно на простой способ прохождения KYC. У нас два уровня. Можно жить вообще без KYC, то есть просто зарегистрироваться и никак себя не идентифицировать. Там хорошие лимиты на вывод криптоактивов до 10 биткоинов в сутки, если я не ошибаюсь, но при этом недоступен peer-to-peer маркет. Для peer-to-peer нужно пройти хотя бы KYC1, а для этого нужно будет предоставить свое имя и номер документа, но никаких там фотографий, селфи, ничего не нужно. И также есть KYC2, это самый высокий уровень KYC, где вы уже делаете селфи с документом и соответственно полностью идентифицированы и проверяются в том числе ваши документы по вашей личности, подтверждение идет. И вот с KYC2 можно стать мерчантом, можно размещать свои заявки на маркете, имея определенный объем, я сейчас не скажу какой именно, сейчас если подождете, могу быстренько проверить, и заблокировав 2000 долларов, если я не ошибаюсь, активов, можно подать заявку на верифицированного мерчанта. Так, сейчас, секундочку, сейчас я скажу точнее. так, 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 как получить статус мерчанта. Так, да, статус мерчанта, да, подать, нужно иметь KYC второго уровня, нужно пополнить счет на 2000 USDT, его нужно будет там держать до получения статуса, после получения статуса можно будет использовать подать заявку на сайте, заполнить там Google форму и написать нашему сотруднику. Если нужны подробности по поводу статуса мерчанта на нашей бирже или какие-то там, например, если вы хотите стать партнером биржи в каком-нибудь отношении, аффилиатным партнером или еще что-то, вы можете написать мне в Telegram, я сейчас напишу свой ник и я вам дам подробную информацию, как можно получить статус и работать. Ну и, соответственно, после того, как вы получаете статус верифицированного мерчанта, вы можете совершенно спокойно трогать. Ну и можете торговать и просто мерчантом без прохождения верификации на первой маркете, но, соответственно, мерчанты с галочкой получают лучший листинг и, в общем-то, больше доверия пользователей. Спасибо, Яков. Еще был вопрос, будет ли у нас, как звучал вопрос, будет ли что-то по этой теме в рамках наших курсов. Кратко, если сказать, то вы можете зайти на сайт специалиста, вот в самое ближайшее время у нас два планируются курса, это блокчейн, это у нас вводный курс, в котором мы изучаем самые базы, основы, принципы функционирования блокчейн-сетей и, соответственно, принципы появления их работы криптоактивов. И второй курс, это уже непосредственно работа с самими криптоактивами. В обоих этих курсах мы затрагиваем биржи, просто на разном уровне, здесь мы с ними знакомимся, здесь мы уже с ними работаем, их осваиваем, в том числе ЛКХ будет одна из главных наших подопытных бирж, на которых мы будем практиковаться в рамках вот этого курса, так что смотрите расписание, заглядывайте, веду эти курсы я, так что можно набрать просто по фамилии преподавателя на сайте специалиста, найти все курсы преподавателя, либо можно вот по названиям, сейчас они перед вами, можете их себе записать. еще кто-то спрашивал, где взять ссылку на регистрацию, еще разок я ее сбросил, уже несколько раз я это делал, еще разок в чате, можете посмотреть, спрашивает, 20% скидка по реферальной программе, она дается на какой-то период или она на постоянной основе? Навсегда, ссылка навсегда. Хорошо, спасибо. И я сбросил на документацию по АПИ, если кому-то интересно изучить. Там все подробно описано, как используется. Так, что у нас? Спасибо большое. Яков, как думаете, когда у нас был ранд? Тут спрашивают. спрашивают, да? Мы был ранд. Буквально сегодня уже на эту тему опубликовали все ведущие блогеры свои предсказания. Это не мои предсказания и это не финансовые рекомендации, но, в общем, говорят, что годик-два нам еще подождать надо будет. Ну, годик подождать, а был ранд, потом как раз начнется. Так что будьте готовы к некоторому этапу. Он связан с четырехлетними циклами, как вы знаете, хотя никто не знает, будут ли они соблюдаться в этот нынешний цикл, но, тем не менее, так или иначе, к четырехлетним циклам хаулинга биткоина, это так или иначе, все-таки, за последние, как минимум, 11 лет было привязано, поэтому будьте готовы к тому, что прямо сразу, наверное, рвануть к Туды Мун мы не сможем, но в ближайшее время рассматривайте криптоактивы как довольно серьезный инвестиционный инструмент, но только на достаточно сейчас, в настоящий момент, длительный период, относительно длительный, все-таки не десятилетия, это если так общий ответить на этот вопрос, но хочу сказать, что в рамках нашего курса, он у нас двухдневный, мы подробно разбираем принципы, по которым функционирует рынок, по каким принципам на нем вообще происходят те или иные взлеты или падения, что является, как правило, запускающими причинами и триггерами, учимся анализировать эти фундаментальные и технические параметры, так что если у кого-то будет интерес, обращайтесь, есть индивидуальные консультации, есть индивидуальное обучение, есть групповое, есть обучение в формате онлайн-вебинарном, так что любые формы доступны. Да, мне вспоминается из моей прошлой профессиональной жизни в традиционных финансах шутка про то, как трейдер стоит уже в конце рабочего дня, вызвал лифт, весь злохмаченный, ну, в газбанке, вызвал лифт и ехать домой, весь злохмаченный глаза выпущены из-под, мы видим торговал и подъезжает лифт, двери открываются и там стоит такой костюмчик, аккуратно, с иголочки, одетый, аналитик, привет, он смотрит, аналитные вверсти, глазами, красками, спрашивает, мы сейчас ты можешь точно сказать вверх или вниз. Это всегда так бывает с предсказаниями, когда bullrun, какие проекты покупать на сегодняшний день, тоже был вопрос в чате, я видел. Вот, честное слово, лучшее, что здесь можно сказать, это do your own research, смотрите, взвешите, не верьте никому, верьте только себе и своему анализу, потому что, к сожалению, это важный момент в крипте из-за легкости входа, из-за легкости создания проектов, новых токенов, новых даже блокчейнов, на рынке присутствует очень много проектов с очень сомнительными перспективами. И вам, конечно, будут про все проекты авторы рассказывать, какие они прекрасные, какое у них огромное будущее и экспоненциальный там рост хоккейной клюшкой вверх будет, вот, анализируйте и всегда, если вам говорят, что вот прям точно будет расти, всегда задавайтесь вопросом, почему, то есть, что, из-за чего, ну, рост активов не бывает сам по себе, просто бывает, когда его покупают активно, его хотят купить и приносят деньги, живые деньги на рынок и хотят их потратить. Вот, почему кто-то захочет потратить много денег через год, чтобы купить этот проект через полкода. Задайте себе этот вопрос, если есть у вас правдоподобная версия, почему это произойдет с высокой вероятностью, то можете считать, что вот ваш анализ предсказывает рост активов, а если нет, то задумайтесь о мотивации тех людей, которые говорят вам, что обязательно будут расти. Спасибо, Яков, за большое количество предупреждений, они очень актуальны, особенно для новичков, это действительно реальная проблема, мы хотим изучать этот рынок, мы хотим изучать эту технологию, это прорывная технология, я говорю о блокчейне, о криптоактивах, и о DeFi сегменте, и о смарт-контрактах, которые мы тоже, кстати, в рамках курса изучаем, все NFT-технологии, на основе которых сейчас первый сертифицированный, лицензированный проект был создан, это совместно с Потанином, токенизация, Палладия, Платины, очень много других примеров скоро, в ближайшее время мы увидим, когда технологии и криптоактивов, и на основе блокчейн-технологий будут внедряться в широкий адопшн, масс-адопшн нас ждет в ближайшие 3-5 лет, так что быть на острие, быть готовым к этой технологии, понимать ее, кто-то, возможно, это будет применять в бизнесе, кто-то это будет использовать как личный какой-то инструмент для своих собственных нужд, для переводов, для инвестиций, изучайте, изучайте, и на этом мы, наверное, закончим, Яков, есть еще что-то сказать? Я думаю, что мы в общем все осветили, мне очень приятно было участвовать, спасибо за приглашение, благодарю вас тоже, свои контакты опять же, я в чате дал, там ссылка на мой телеграм, можете, если у вас есть какие-то вопросы по работе, по там сотрудничеству с биржей, можете мне писать, не смогу гарантировать, что решу все-все-все вопросы всегда, но максимально приложу усилия, спасибо всем большое, что потратили час вечера сегодняшнего. Яков, вам большая благодарность, что вы откликнулись на наше приглашение, спасибо большое, напрямую пообщаться с представителями бирж получается далеко не всегда сейчас, и у нас была чудесная возможность, повторюсь, запись будет, те, кто не смогли посмотреть или захотят вернуться еще разок что-то пересмотреть, обращайтесь на YouTube-канал Сайл Центр Специалист, ссылочку я в чат несколько раз кидал, так что просто зайдите, подпишитесь, сохраните себе, и ждем вас на наших курсах, на наших занятиях, спасибо всем, кто был с нами, до встречи. Всем хорошего.